За 20 век мы видели, ну, в смысле, не видели, читали, наблюдали, как многие авторитарные системы, откровенные диктатуры, пусть и находились они в Европе, но не только в Европе, переходили, как будто бы понимали, что нужно меняться, потому что просто мы на пороге кризиса, на пороге, может быть, потери, в общем, государственности. Вот, казалось бы, у нас был этот самый Кантар, когда мы увидели, опять же, неэффективность и вот эти вот колосы на глиняных ногах, вот эту вот дутую нашу армию, которой нету, да, спецслужбы, которые непонятно где, и бравые, значит, российские эти десантники прилетели сюда и как будто бы тут помогли навести порядок. Ну, куда уж дальше? Вот у меня вопрос, что должно еще такое произойти, чтобы поняли, или не поймут, или надеются улететь на самолете в Дубай, но ведь тут тоже с Кантаром, после Кантара стало очевидно, никуда ты не улетишь, тебя везде достанут, придут, заберут все и... Я тебе вот, ты любишь приводить исторические аналогии, он очень любит, кстати, брать советские, давай чуть дальше, до революции, 1905 год, помните, да, революция, восстание 1905, там, поп-гапон и прочее, да, первый мощный тревожный знак, там, русско-японская война, помните, да, и так далее, и тому подобное. Ну, какая же бездарная. Бездарная, да, бездарная, кстати, вот пример полного провала, тогда уже было ясно, да, к чему это приведет. На это разве обратил внимание царская война? Многие списали там на какие-то другие факторы, да, там, абсолютно, это не связано было там с неэффективностью работы там царской администрации, вообще в целом работы, скажем так, все это бюрократические структуры. Начались репрессии, да, попытались перевести это все на этнические факторы, там, черносотинцы появились и прочее, да, потом появился фактор Распутина, потом, помнишь, уже там, вот это, когда в преддверии революции, да, ну, дядя, он уже любитель, да, он уже любитель, да, на кого сейчас пихивали, вот там Распутина, все виноваты, кого угодно находили виновными, но не пытались найти все причины в самой системе госуправления. То же самое и здесь. Кого они нашли виновными, да, а там были заговорщики рядом с Назарбаевым, да, а вот тут были там мифические 20 тысяч террористов, да, они не поняли, что на самом деле был социальный взрыв, да, при этом, опять же, они же не взглянули так аналогически. До Кантара что был? Был 16-й год, да, земельные митинги, был уже на узень 2011-го года, да, был Шанарак 2006-го года, то есть помнишь вот эти всплески? Это все говорило о том, что, в принципе, само это общество тоже, как минное поле, там уже зреют, да, зреют, социальные взрывы, недовольство, так они же это не воспринимают. По причине того, что эти ребята не знают само общество. И более того, почему у них это нежелание? Потому что вот принцип, я начальник, ты дурак, я лучше вас знаю, что происходит. И потом, опять же, когда что-то происходит, у них что включается? У них включается нежелание понять, включается страх. Страх. Ага, значит, здесь что-то произойдет, нужно точно найти, кто виноват конкретно, его наказать. Они не ищут корни проблем, глубже не копают. Они пытаются найти виноват здесь и сейчас. И вот я думаю, как раз-таки, вот эти все события говорят о том, что они не поменяли подход, менеджерский подход, управленческий подход. Даже если возьмем до Кантара, проблема с пандемией, когда была, да, которая показала полный провал системы госуправления. Когда на два дня пропали, как будто все. Полнейший провал системы госуправления на всех уровнях. Ну вот у меня вопрос, ну а что должно произойти, чтобы, как там в условной Португалии или Испании, власть имущие, там власть вообще люди, ну вот эти государственники так называемые поняли, что вот русские и казахи, я вот просто утрирую, отличаются от испанцев и португальцев настолько, что никогда не поймут, что авторитаризм неэффективен, что надо как-то по-другому. Здесь есть два варианта, революция сверху и революция снизу, других вариантов нет. Ты говорил про авторитарную систему, которую революцию сверху провели, Конью, например, да, Тапак Чунхи, да, в Южной Корее, ну там Тайвань и так далее. Когда сверху они начали, ну как авторитарные лидеры, вот. И, ну, таких, кстати, было меньше примеров, больше было революции снизу. То есть, когда уже, да, до определенного уровня доходило, что, в принципе, все взорвалось, и, как показывает пример, все, так, вот эти все силовые структуры просто оказались неиспособными, даже чтобы защитить вот этих всех автократов. Вот. Несмотря на все эти медальки, которые на них вешают, последовательно наши там, да, представители силовых структур, такое ощущение, как вот шутка, да, что они ночью воюют. Слушайте, по количеству. Скоро, как вот эти фотографии северокорейских генералов на брюке, да, вот эти все медальки. Ну да, реально, на них посмотришь, откуда у них столько наград? За что? Я никуда же просил новиков, депутатов возьмите, да, награжая друг друга, то есть за что, за провалы, которые происходят? Ну вот смотрите, тоже удивительное дело, вот сейчас в Мажелесе как будто бы много достаточно людей, которые там от бизнеса, да, есть люди, которые смотрели в лицо, ну, есть бизнесмены, их не так много, конечно, в основном аппаратчики, конечно, в основном вот эти вот партийные функционеры, но есть журналисты. Люди, которые, журналисты, бизнесмены, люди, которые понимают, как на самом деле, что это тупик. Вот у меня, Коль, вопрос, смотрите, вот рассказываю историю. Про Мажелес. Нет, не про Мажелес, мы же в Мажелесе никогда не были, я надеюсь, мы там в ближайшее время не будем. Вот, кстати, плохо, что там экскурсии не проводят таких вот, что не стало это таким местом, а больших преобразований в Казахстанах. В Казахстанах ты можешь спокойно зайти в парламент, там есть экскурсии, возможность посадить, а что происходит? Так я сам в Штатах был в мэрии, в городе были, мы в мэрию зашли, там классную визитку взяли мэра. Я был в Австралии, в Канберри, да, тоже, то же самое, заходишь, спокойно можно экскурсию провести в парламенте. Ну это же показатели, что же. Показатели, открытость. Досы, да, вот насчет открытости. Когда мы придумали Айран, да, ну то есть у меня-то в голове это была просто вот идея, я же был, в смысле, поверхностный человек, публицист, просто лозунгами, будем делать Ютуб, там. Коля подходит к этому абсолютно бизнесово, и, ну я так утрирую, но тем не менее он говорит, Дорен, вот то, как вы были главным редактором на КТК, так не надо, мы будем по-другому. Не потому, что это плохо или неплохо, в сторону эмоций, не будем давать оценку, потому что при тех задачах, а задача у нас четкая, мы хотим в Ютубе сделать самую крутую видеоредакцию, хотим делать самую крутую видеожурналистику в стране, для решения этой задачи нам нужно по-другому. И вот Коля сказал, сейчас он расскажет, работает или нет, да, обсуждение, инициатива от каждого сотрудника, ну и какие-то вот основные вещи, я вот год пытаюсь в себе диктаторское и авторитарное, ну не подавить, вытравить, я не давлю в себе, я полностью вытравливаю. Коль, расскажите, как у нас редакция обстоит вообще все? Ну да, надеюсь, это будет интересно нашим слушателям, но если как бы брать действительно как пример, то есть, ну во-первых, конечно, на голом поле всегда легче что-то строить, во-вторых, понятно, что есть устоявшиеся, я думаю, это можно перенести на наше общество, это то, что люди сами тоже во многом без инициативы, это тоже, ну я считаю, что это наследствие вашего любимого совка, может быть, это было и в других странах, но я думаю, мы более больны, потому что вот этот эксперимент такой с поиском как бы там пути коммунистического, я думаю, он такой уникальный и создал какие-то уникальные в нас ментальные, в том числе какие-то паттерны поведения, вот, и поэтому, ну было, ну что нужно? Нужно, нужно, чтобы вот в таком продукте, скажем так, очень нужно, чтобы люди как бы обсуждали и разговаривали друг с другом, это не означает, что, например, ну мы сразу это обозначили, что, например, какой материал будет выходить, что это решается голосованием, это немножко разная вещь, это вопрос про ответственность, но мы говорим, придерживаемся правила, то есть, демократия при обсуждении, диктатура при исполнении, обсуждаем, главный редактор принял решение, что будем так, послушав всех, поспорив, споры это то, что я до сих пор хочу, чтобы у нас прямо, вы знаете, в книге про Netflix, в Netflix есть такой принцип, называется кровопролитные дебаты, то есть нужно спорить, особенно в творчестве, как можно больше, как бы, вот, если поспорили и главный редактор услышал все мнения, условно говоря, да, ну и люди имеют право, ничего им за это не будет, вот, принял решение, диктатура при исполнении, все, теперь делаем вот так, ну, потому что все это уже пообсуждали, кроме этого, ну, в принципе, довольно-таки популярно, ну, как мне кажется, есть такая штука, которую мы сейчас применяем, вот это кайдзен-предложение, скажем так, это называется, это применяли прямо в японских заводах, это уже как касается всех, ну, я думаю, что в нашем случае, я имею в виду, в постсоветском пространстве, это наиболее актуально, это чтобы вот эту безинициативность, перекладывание ответственного начальника, все в моей жизни, немножко, потому что у меня руководитель такой, еще кто-то такой и так далее, вот, но кайдзен-предложение заключается в том, что просто такой лайфхак, что платятся деньги за сами предложения, немного денег, если предложение внедрено, больше денег, это же не вопрос раздачи денег, это вырабатывание привычки, постоянно видеть улучшения в своей, как бы, жизни, ну, в своей работе, а в дальнейшем, ну, по идее, в своей жизни, каждый раз, чтобы вырабатывалась такая привычка, чтобы, ну, как бы, ну, улучшение, и понятно, что, ну, как бы, вот этот путь обсуждения постоянного, всегда что-то вот, ну, всегда вот не будет, как ты думаешь, а как кто-то другой, руководителю надо переступить через свое эго, ну, я считаю, что, ну, это наиболее перспективный путь, и он более стабильный. Единственный путь к эффективности. Я думаю, да, потому что, опять-таки, конкуренция мнений, идей, а конкуренция, она вот как раз-таки должна быть, потому что, ну, это, как бы, противники этого всегда говорят, вот, анархия, хаос, вот это КСК, чаты, родительские чаты, никто ничего не решает и так далее. Но тут важно, какую систему, как бы, ну, построить. Вот мне кажется, просто я хотел чуть-чуть вернуться, просто такое из вашего тоже обсуждения вывести. Мне кажется, сначала, вот, после Сталина, или даже уже при Ленине заявили, что будет коммунистическая идея. Это была цель, да, вот такой, все люди равны и так далее. Потом, когда цели не достигаются, вот, то есть, условно, они не становятся эффективными. Потом цель подменяется, это перешло на нашу страну. У них потом осталась цель, как можно дольше удержать у власти, удержаться у власти. Ну, или вот этот строй удержать у власти, или себя удержать. Насчет этой цели, возможно, они были эффективны, потому что они добивались каких-то результатов, от советской эксперимент все жил, жил, там, нести доллары где-то появились. Нет, они, вот если ставить целью это, они были более чем эффективны, потому что советская медицина показывала чудеса. Эти Черненки, они там 83 года, и у него там это капельница, но он еще что-то делает. Этой цели добивались. Вот этот паттл мы тоже унаследовали, потому что, как вот, Досом, вы приводите эти примеры, мне кажется, что, как бы, все побоятся во власти, они начинают заниматься целью как можно дольше удерживаться у власти. То есть, как вы спрашиваете, Долуен, ну что, они не понимают, что уже совсем кризис? Ну, может, и не понимают, но, как бы, надеются на то, что вот... Да, здесь добавлю. Тут интересная есть такая тоже концепция, называется, как бы, депрофессионализация. Она, кстати, ее еще начали замечать в Штатах, да? То есть, например, каждый новый президент, который становится там, если он там прибывает больше одного срока, у него теряются профессиональные навыки, которые когда-то у него были. Вот он был хорошим юристом, да? Там, когда побыл там президентом, первый срок, да, потом, следующий, у него это теряется. Он просто президент. Вот эта депрофессионализация даже на этом уровне, да, они видят. Что там компенсируется? Он окружает себя советниками. Это важно. То есть, там есть такой некий баланс, да? То есть, это, кстати, вот ты мне книгу Уинстона Черчилля подарил, да, классная биография. Я, кстати, советую многим почитать. Гилберт Мартин. Шикарная. 30 лет человек писал книгу, автобиографию, вот, биографию Черчилля. Вот у Черчилля, кстати, был такой момент биографии. Он же политикой стал заниматься, да, там, после того, как там военную службу оставил. И вот какой-то определенный период политической деятельности, он вел себя, знаете, как такой самовлюбленный нарцисс. Такой, знаете. Он занимал разные должности и так далее. Его очень сильно критиковали за что? Какую бы должность он занимал, он все время там пытался что-то придумывать, да, его обвиняли в том, что, ну, дилетант. То есть вот везде, везде, везде. Он дотюкался до этого и потом признавал. Я совершил, говорит, большую ошибку. И с определенного момента до конца своей карьеры, после того, до конца жизни, он выбыл методику. Любой вопрос, который он принимает, он всегда принимает, только обсуждая с экспертами. Вот условно, он работал в адмиралстействе, да, он обсуждал это со специалистами. Перешел в Министерство внутренних дел, он сверху что-то там по тюрьмам. Он вначале все это обсуждал с экспертами. Потом, уже исходя из этого, принимал сам решение, но послушав всех. Как потом сказали после его смерти, он очень любил конфликт идей, но терпеть не мог конфликт людей. Конфликт идей он любил, понимаешь, да? Вот эта схема, а у нас же что? У нас депрофессионализация тоже есть. Вот словно, до прихода в госаппарат какой-то чувак там был классным спецом, да? Юристом. Уходит только с чиновником, через 2-3 года его не узнать. Кто винтик? Часть системы, да? Ну, это, кстати, какая-то магия. Да, да, да. Ему вставляют чип какой-то, да? Как «Матрица», помните фильм? Ему вставляют чип, да? Где он? Где он? В аэропорту именно. Ему сразу вставляют чип, включают, да? И первое, с чем занимается? Он начинает заниматься борьбой за номенклатурное выживание. Более того, он ставит это целью своего существования, да? То есть, опять же, если вот так посудить, там, основные дискуссии и темы, которые они обсуждают в целом, это о чем? Кого куда перевели? Кого куда назначат? Процессы. То есть, его не интересуют эти программы развития страны, да? Все проблемы, которые в стране... Зачем? Его основная задача – выжить в этой системе, прицепиться к кому-то, чтобы его подтянул. И самое главное, если этого человека уберут за крупным правонарушением, он не пошел за ним вместе. То есть, номенклатурный инстинкт выживания плюс депрофессионализация к чему приводит? На госслужбы часто идут люди, которые неконкурентоспособны к других сегментам. Вот это и есть отрицательная селекция. Если туда идут в основном люди-циники, которым главное сделать коррюцию любым способом, либо люди некомпетентные – это кранты в стране. Канты. Потому что, опять же, любой кризис, а мы это видим, любой форс-мажор превращает эту систему госуправления неэффективной и, более того, опасной. Я даже приведу пример. Когда вот эта пандемия была, я видел статистику антикоррупционной службы. В 2020 году уровень коррупции вырос больше, чем в 2019 году. То есть, в этот период кризис-то умудрялись воровать. Даже во время… А это, по сути, было как война. Правильно, да? Да. То есть, вот вам пример. Для кого война, для какой-то мать родная. Они гробят, получается… Вот в чем проблема? Вот как говорят коррупции? Коррупция – всем понятно, замусольная тема. Но они же что? Коррупция – в чем ее опасность? Что? Она убивает время. Отнимает у всех. У наших детей, у вас отнимает, у нынешнего поколения. Она убивает ресурсы, и она убивает доверие. И даже если после коррупционеров приходят реформаторы, нужно потратить много времени, чтобы доверие восстановилось.